Абакан ежегодно прирастает в не одной сотне квадратных метров. Наш проект, начиная с этой серии, расскажет о том, что еще возвели строители для столицы Хакаси. Это и жилая застройка и соцобъекты. Но для начала узнаем, с чего в принципе начинается весь процесс. А начинается все с подготовки. В первую очередь строителям нужно привести в порядок место будущей застройки. Процесс не быстрый. Если вам кажется, загоняй технику и рой котлован, то нет. Ту же самую технику нужно на что-то ставить. К примеру, башенный кран, который будет поднимать бетонные плиты, будет ходить по рельсам. Как раз под них строители и готовят площадку. И как только все будет готово, строители начнут копать котлован под фундамент будущей десятиэтажки. По проекту здесь их будет две. Но прежде чем возводить многоэтажку, сюда нужно еще привести конструкции. А вот откуда они берутся и кто их производит, сейчас узнаем. Для этого нам нужно перенестись из Абакана в Черногорск. Завод железобетонных конструкций. Именно здесь рождаются составные части будущей десятиэтажки. Рождение каждой детали начинается с двух этапов. Это цех по производству металлических конструкций. Именно здесь появляется скелет будущей плиты или панели. Способов создать что-то полезное из километров арматуры и проволоки – два. Вручную и машинным. А здесь у нас в сердце завода ростуробетонный узел. То есть здесь происходит приготовление бетонных смесей. В сердце завода, как ни странно, участие человека минимальное. Люди здесь только обслуживают установку. То есть ремонт и чистка. Всем остальным занимается техника. Человеку остается только сидеть за монитором и нажимать клавиши. Машина сама замесит, рассчитает пропорции и отправит раствор куда нужно. А нужен раствор в цехе по сборке стеновых панелей. Те самые плиты, из которых дом собирают. Да, да, да. То есть на этой линии мы собираем наружные стеновые панели, плиты перекрытия. Это вот у нас для этого предназначен второй пролет. Когда скелет будущей плиты готов, оболочка тоже на месте, остается уложить внутренности. А состоят они из пенопласта. Внушительный такой слой. Или по толщине? По толщине 220 миллиметров. Это очень достаточно. Это очень теплые панели. От подготовки всех материалов до отправки панели клиенту проходит не больше суток. Сюда же входит сушка плиты, шлифовка и финальная чистка. Если же строителям пока не нужны плиты, конструкции хранятся на складе. Впрочем, жители Хакасии уже сами могут оценить качество железобетонных составляющих. Абаканская строительная компания возводит жилой комплекс из 70-этажных и 3-х 16-этажных домов в центре города с детским садом и офисами. В продаже остались последние квартиры в новой панельной 10-этажке на вокзальной 14, площадью от 29 до 40 квадратов. Стоимость одного квадратного метра 46 тысяч рублей. По вопросам приобретения жилья можно обращаться на Кошурникова 12А или по телефону отдела продаж. В следующей серии строительного проекта снова погуляем по заводу, узнаем где, а главное, зачем парятся бетонные плиты. В следующий четверг не пропустите. 19.00 Нотабене.